Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинляндия. Мне был под одним из видео задан вопрос, почему у финнов так мало друзей, почему они так плохо сходятся и ищут новых друзей. Ну, народ, я, наверное, на этот вопрос сама ответить не смогу на 100%, но, конечно, у меня есть свое мнение на это по этому поводу. Ну, когда мы будем записывать с Кею совместное видео, я, конечно, этот вопрос задам ему. Но, вот, как говорится, смотрю на своего мужа со стороны, и друзей у него, конечно, уже не осталось никаких. Я его лучший друг, ну и, конечно, наша семья. И почему так случается? Да, конечно, люди учатся, у них наверняка в школе есть какие-то друзья и товарищи. И хорошие примеры. Несколько месяцев назад мы встретили вот такого его другана со школы. Он его даже не узнал. Ну, Кеюшка молодец. Он сразу спросил, ты вот такой-то, такой-то. Ты помнишь, мы были в Некало, он ему все рассказал, в каком году, да, при царе Горохе. Тот стоял с квадратными глазами, ну, потом вроде как вспомнил. И когда увидел меня, посмотрел на меня и спросил, что тютер, и когда мой муж ответил, что ваймо, конечно, у него были глаза еще больше, чем по два еврика. Он думал, что я его дочь, а я оказалась его женой. То есть вот такая молодухая, знаете, блондинка такая, веселуха. Да, конечно, если мужчина 70 лет, и одна моя хорошая подписчица написала, Оля при хорошей жене, даже мужчина может стать человеком, вот эта фраза просто в точку. Ну, конечно, если на моем канале 10% мужчин сейчас обидятся и отпишутся, что вот я так сказала народ, да, всякие мужчины тоже есть. И я думаю, если вот такой бедненький, одинокенький, он в 70 лет остался, да, конечно, мужчина скатывается очень быстро. Нету вот этой, как сказать, крепкой, надежной руки, которая будет поддерживать и, как говорится, давать советы, когда нужно что-то купить или наоборот что-то выкинуть. И, конечно, состояние здоровья тоже не последнее дело. Если он живет в семье, он питается совсем по-другому, если вот такой бедненький, одиночка, ну, покушает он раз, покушает он два, а может быть и не покушает, если нету вот такого, знаете, хозяйственного стержня внутри. Да, мужчина может скатиться очень быстро, но приятный мужчина, вот такой 70-летний, одинокий мужчина, тоже живет в Финляндии, конечно, Кеюля. Когда Кею сказал, что ему прямо защемило сердце, когда он с ним разговаривал, что да, видно, что состояние у него вот такое, скажем так, нестабильное, то есть тут я помню, тут я не помню, тут я говорю, а тут я забыл, что я говорил две минуты назад. И поэтому, когда приходят эти приглашения, пожалуйста, приходите на выпускников в школу. Мой муж ходил много-много лет назад, и он был так расстроен. Да, несколько женщин уже были вот такие с Дементной, у них была Авуштай Мукана, то есть был вот такой помощник. Не увидев вот своего приятеля с Некала, со школы, конечно, тоже расстроился, как люди быстро сдаются. Да, для кого-то 70 лет это уже, вот как говорится, приговор, а кто-то в 70 лет еще, скажем так, огурцом и бодрячком. Ну и новых друзей, где их искать, мы, конечно, живем на Большой улице, здесь много живут вот таких пенсионеров. И да, у них была хорошая вот такая компашка, они ходили вместе Ленкелем с палками, и раз в неделю они собирались, то есть чередовали, где они собирались попить кофейку, поболтать, поесть каких-то бутербродов и так далее. Ну и после того, как один сосед высказался не очень красиво обо мне, это еще было много лет назад, до вот этой всей ситуации. Если бы сейчас это случилось, это была бы совсем другая тема, но это случилось много лет назад, и мой муж сделал вывод, что такие друзья ему не нужны. Да, конечно, мы с соседями не ругаемся, точно так же мы здороваемся, точно так же мы встречаемся раз в году. У нас вот такой праздник Сьюсь Патаязет, заканчиваем лето, всегда собирала, во вся улице собирается, гриль, пивко, то есть вот такой финский праздник, все то же самое. Но вот так, чтобы близко коже, чтобы приглашать домой и с ними откровенничать. Спасибо, как говорится, не надо, то есть мой муж выбрал меня, а не то, что люди будут сидеть поливать меня, русскую, вот такую мерзавку, а он будет сидеть поддакивать только из-за того, что он такой же фин, как и они. Нет, свое мнение нужно иметь, и в Финляндии высказать свое мнение, это не стыдно. Но опять же, как высказать? Можно высказать так, что после этого люди с тобой перестанут здороваться, а можно высказать так, что у тебя есть свое мнение, наоборот, люди начнут тебя уважать, и может быть действительно у них что-то в голове, может какая-то лампочка и включится. Но это было мнение одного человека, его никто не поддержал, и эта тема, как говорится, затухла вот так на корню. Ну, с другой стороны, любить меня не надо, мне достаточно, что со мной здороваются, и опять эти разговоры ни о чем. Сейчас наверняка весной опять кто-то будет стричь кусты, кто-то граблями убирает листья, которые остались с осени не убраны, и так далее, и так далее. И, конечно, сейчас много домов продается, я читаю тоже газеты, сейчас многие хотят переезжать в Керуштало, в многоэтажный дом, потому что в своем доме жить, это, конечно, накладно, его нужно топить, это никакое не бюджетное удовольствие, и многие хотят сейчас избавляться от больших домов и переезжать в какую-то квартиру. Да, вот такая сейчас тенденция есть. Ну, и опять, и наоборот, многие из квартир хотят свои дома, хотят спокойствия, если там соседи, которые гуляют с утра до вечера, ну, ты можешь раз написать бумажку, второй раз написать открытку, третий раз написать открытку, но они считают, что это их квартира, и они делают там, что хотят. Да, хулиганы, конечно, тоже есть, но их маленький процент, основное, как говорится, население вот такое, которое соблюдает правила. Ну, и когда я рассказываю под видео, что страна вот такая, бюрократическая, ты не можешь в своем доме начать рыть какой-то колодец, рыть забор и так далее. И был оставлен такой агрессивный коммент тоже, что чуить-то такое, что вот я купил свой дом, и я ничего там делать не имею права. Нет, вы имеете право делать, но все должно быть по закону. Это будет бардак, просто за один год Финляндия развалится, если каждый на своей земле будет рыть и делать все, что, как говорится, душеньке ему, его захочется. Ну, и у Кею, конечно, остались друзья с работы. Сейчас, к сожалению, вот из-за этого насморка столько лет не было Собиралова, но обычно Собиралова есть, то в театр, то еще куда-то. Ну, и у них, конечно, большой процент женщин, мужчин всего, и несколько, как говорится, штук, которые остались вот еще на пенсии. Ну, и так как Кеюшка работал с ними больше 30 лет, он знает их всех, всю подноготную, как зовут детей и так далее. Да, конечно, они всегда ждут, когда они встретятся, обсудят это, обсудят и так далее. Ну, и, конечно, вот никогда ты не знаешь, как жизнь повернется и что она преподнесет, что какие люди тебе встретятся на жизненном пути и кого ты больше, как говорится, никогда не увидишь. И никогда ты не знаешь, какие друзья, вот, как говорится, действительно друзья и нужны ли тебе новые друзья. А я считаю, в нашем возрасте новых друзей заводить очень тяжело. Друзья могут быть очень вот такие, которые действительно сразу тебе западают в душу, но проходит какое-то время, и ты понимаешь, что человек не твой, у него вообще другие понятия по жизни. И зачем кого-то перевоспитывать или пытаться подстроиться, наоборот, под этого человека. Мы уже, как говорится, в таком возрасте, что если человек нам нравится, мы, как говорится, разделяем его понятия, его смысл жизни, его взгляды на жизнь, это все очень хорошо. Но если человек вот такой оказывается странный, нет, на такого человека, я считаю, время тратить не надо. Это удалять такого человека из жизни и продолжать жить, как говорится, с собой и со старыми друзьями. Ну и я считаю, твоя семья это самые лучшие друзья, что тебе, как говорится, Господь Бог дал на этой земле. Я не знаю, это я вот такая считаю, вот так, может быть, действительно кто-то считает, ой, я ухожу на новую работу и там сейчас познакомлюсь, и сразу будут новые друзья. Да, конечно, друзья могут и быть, но может быть, это только приятели, а нам кажется, что вот эти приятели уже нам становятся друзьями. Да, приятели и друзья, это, конечно, две большие категории, которые разделяются на просто таким большим океаном. Да, с приятельницей можно поболтать, поделиться с чем-то, посоветоваться уже лучше с подругой или с каким-то другом. То есть мне все нужно рассказывать, чтобы не получилось так, и эта приятельница потом это повернет против вас. То есть всегда нужно, как говорится, делить на два, а то и на 22. Вот такой хороший коммент был оставлен насчет друзей. И я думаю, что да, во многих странах точно так же у людей есть какие-то школьные друзья, может быть, какие-то друзья с работы, может быть, какие-то родственники, вот с которыми вы дружите, все у вас общие планы и хобби и так далее, ну а у некоторых друзей просто не осталось. Да, возраст берет свое, конечно, все мы прекрасно понимаем. Ну и напоследок я оставила, был задан вопрос. Оля, вот у вас такой хвост с такой прической, такая косичка, пожалуйста, покажите, как вы сделаете. Я оставила это напоследок, кому это неинтересно, можете выключить видео. Но хочу показать, у меня обыкновенный хвост завязан вот так, обыкновенной резинкой. И сверху заплетена косичка, которую я закрепляю вот такой невидимкой. То есть у меня одна невидимка. И косичку я заплетаю вот такую, я покажу вот так. То есть отделяю, заплетаю назад. Ее можно немножко расправить. И хвост. Вот получается такая прическа. Я знаю, что у меня девочка спрашивала, и ей очень было интересно, как я эту косичку делаю. Ничего сложного, и мне нравится. Эта косичка держится целый день, если даже вы наклоняете. И я часто поднимаю еще очки на волосы. Вот здесь они, как говорится, останавливаются, мои очки. Получается, просто целый день можно работать с этой косичкой. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля, и с тампре всем. Физкоть, привет!